Бисмиллахиррахмалиррахим На четвертом и на пятом уроке мы познакомились с самым главным признаком родительного падежа с касрой Мы знакомы с этим признаком касрой С я мы познакомимся на втором томе И Которая будет сегодня на повестке дня Посмотрим схему У родительного падежа три признака Это самый главный основной признак И два ее зама Два заместителя Фатха и буква Я Что касается касры то он обозначает родительный падеж имен в форме единственного числа И причем здесь очень важная оговорка А также во множественном числе женского рода Это то что касалось касры И фактически мы со всеми вот этими пунктами уже знакомы Что же касается фатхи Что касается фатхи Огласовки фатха То она обозначает родительный падеж в двух падежных именах И эта фатха будет сегодня в фокусе нашего внимания на 23 уроке Подлежащее Сказуемое Оно к тому же еще определяемое слово И определение к нему Джадиду Новый Двух падежное имя Бакистан Бакистан иностранное имя Поэтому это слово Танвына не принимает А также из-за Джерумии мы знаем То что родительный падеж Который в обычных именах выражается огласовкой касры Он выражается огласовкой фатха Она мин Бакистана Инди сабаату да фатира Вроде должна быть касра Но здесь в двух падежных именах Аль мамну амин ассарф Касра заменяется фатхой И мы говорим сабаату да фатира Лиман хия Чи ани Хатия устазу Хат дай Хааза ли Вааза лимхаммадин Вааза лихамидин Вааза либрахима Касра заменяется фатхой Вааза лихусмана Вааза лихусуфа Вааза лихталхата Ахаза китабу кая мухаммаду Ла хаза китабу хамзата Здесь тоже должна быть касра В замену ее пришла фатха То есть изофитная связка Книга кого хаммада Китабу хамзата Айна алиюн Я ихвану Захаба Иля риаб Ва айна я акубу Захаба Иля макката Айна исхаку Хараджа Иля мудири Мата хараджа Хараджа Кабля хамси Дака и ка Хамсу дака и ка Изофитная связка Вторая часть должна быть В родительном падеже Родительный падеж двух падежных имен Выражается фатхой Заменяя касру Вышел пять минут назад Тамарин Упражнение Таэммалил амфилата л аатиэта Поразмышляйте над следующими примерами Мухаммадун Мин Мухаммадин Иля Мухаммадин Ли Мухаммадин Китабу Мухаммадин Зайнабу Мин Зайнаба Иля Зайнаба Ли Зайнаба Китабу Зайнаба Фатха заменила касру Во втором упражнении нам необходимо прочитать Переписать Тщательно огласовывая каждое слово Хазал китабу Ли Мухаммадин Вазалика Ли Зайнаба Захаба Халидун Иля Ахмада Захаба Аби Иля Макката Вазахаба Амми Иля Джуддата Ухту Марвана Сестра Марвана Маридатун Айна Завджу Хадиджата Где муж Хадиджи Хува фи Лэндана Саярату Хамидин Джадидатун Ва Саярату Ибрахима Кадиматун Бэйту Халидин Кабирун Ва Бэйту Усамата Изофитная связка Вторая часть в Родителям Подержа Ва Бэйту Усамата Сагирун Айна Захаба Абуки Я Лейла Захаба Иля Багдада Ви Стамбул Масажиду Кэфираху Айнди Хамсата Мафатиха Алькааба Ту Фи Макката Ви Хаза Шария Туласа Масажиды Хаза Табибу Исму Ху Вилиам Ва Хуа Мин Лэндона Ва Далека Смуху Луис Ва Хуа Мин Бариса Саярате Моя Машина Лаунуха Ахдару Это у нас подлежащее А на месте сказуемого Целое именное предложение Цвет ее зеленый Айнди Каламун Ахмару Альбайтул Хараму Запретный дом Фи Макката Альбайтул Хараму Фи Макката Захаба Ахмаду Ила Мухаммадин Захаба Мухаммадун Ила Ахмада А Анта Мин Макката Ла Ана Мин Атта Ифи Ухту Фаатимата Талибатун Третье упражнение Икраил Калиматил Атията Вактубха Ма адапти авахириха Прочитайте, а потом перепишите Агласовое окончание Аминату Мин Амината Ли Ахмада Ахмаду Ахмаду Ухтману Мин Бакистану Бاкистану Ли Кадейджа Лэндону Ли Багдада Истанбулу Марка А в четвертом упражнении Необходимо посчитать вот эти вот слова От трех до десяти Но как обычно мы будем считать от одного до десяти А в четвертом упражнении Тесعة менаديла عشرة менаديла Мефтаху واحد Мефтаханы Телать мефатиха Аربعة мефатиха Памся мефатиха Сетя мефатиха Себя мефатиха Семя мефатиха Тесعة мефатиха Ашرة мефатиха Стих 7 Зملاء 8 Зملاء 9 Зملاء 10 Зملاء كرسي 1 كرسي 2 3 كراسي 4 كراسي 5 كراسي 6 كراسي 7 كراسي 8 كراسي 9 كراسي 10 كراسي مدرسة 1 مدرستان 3-4-5-6-7-8-9-10- Деки 1, 1 минута, деки 2 минуты, 3 декайка, 4 декайка, 5 декайка, 6 декайка, 7 декайка, 8 декайка, 9 декайка, Дقائق 10 дقائق